Изучив ситуацию и на том, и на другом предприятии, мы поняли, что находится и тот, и тот в незавидном положении, в непростом положении. И в целях улучшения этого положения мы решили сделать одно предприятие. То есть два этих предприятия мы объединяем, у нас будет только одно транспортное предприятие, которое и будет заниматься этими проблемами. Но поскольку эти предприятия разной формы собственности, Балаковая электрофранция это муниципально-унитарное предприятие, а БПАК в настоящий момент акционерное общество, то есть коммерческое предприятие со стопроцентными акциями муниципалитета, простое объединение, чисто формальное, невозможно. Поэтому слияние этих предприятий в одно произойдет в форме ликвидации АОБ и ПАК и, соответственно, присоединение всех его сил, средств, мощностей и личного состава, состав Балакового электротранса. Личный состав касаемо трудового коллектива именно рабочих представителей, то есть водителей кондуктора и представителей рабочей специальности будут трудоустроены все Балаковые электротрансы, либо, по их желанию, на свободные вакансии в других муниципальных предприятиях. Такие вакансии в этих предприятиях имеются. Любые вопросы, любые проблемы, которые здесь будут возникать, мы готовы и обсуждать, и решать. Мы всегда открыты к диалогу с каждым сотрудником, независимо, там, уборщица, юриста или замдиректора. Пусть приходит, если что-то им в процессе этой реорганизации не понравится, если у них будут предложения или возражения, мы готовы их обсудить и принять взвешенные взаимовыгодные решения. Почему мы еще принимаем это решение? Потому что, в принципе, изучение ситуации в ЭПАКе показывает, что оно, именно как коммерческая организация, по сути, оказалось неэффективным. То есть, вот цифры имеются, отдел экономического анализа, этот анализ провел. В 2015 год 10 миллионов рублей будет в 10,5, в 2016 год 12,7, в 2017 год 4,2, оценка 18, 6,6. Численность персонала на предприятии 120, сколько? 123, по-моему, выдаюсь, сколько? 123 человека, из них организационно-управленческий персонал 34 человека. Соответственно, получается, как тут сказано в парадке, Один водитель, кроме себя, обеспечивает содержание еще двух человек административно-управленческого персонала. Соответственно, тут никакие все меры, которые принимались по увеличению, вернее, по снижению себестоимости затрат, увеличению оплаты труда, все они, эти меры, к оздоровлению ситуации не приводили. Вдобавок к тому, АО «БПАК» в этой ситуации вроде бы где-то находился не в самой плохой финансовой ситуации, но за счет чего? За счет того, что львиные доли его прибыли составляет аренда того помещения, которому принадлежит, а именно помещение бывшего «БПАКа», вернее, бывшего автотранспортного предприятия на улице Коммунистической. Проблема в блоку электотранса – это упущенные возможности, то есть возможности, начиная от площадей, которые у них там есть, заканчивая имуществом, который можно использовать для получения увеличения доходной части. Все это там, ну туда заходишь, у меня впечатление такое, как в «Старкер» иногда. Заходишь там вот «АУ!» – все заросло, все какое-то… То есть там много, любой предприниматель, наверное, душу отдал за такие возможности, чтобы что-то сделать, а у нас много не использовалось в «БПАКе». Мы надеемся, что сейчас, когда мы перераспределим это все имущество и, соответственно, оптимизируем работу руководящего состава, каждый будет заниматься своей территорией, своими предприятиями, то есть это будет более логично выстроено и принесет больше эффекта работы. Что касается ближайшей работы по конкурсам на перевозке на следующий год, в них будет участвовать «Балаков Электротранс» и будет заниматься этой работой на тех маршрутах, на каких работали эти два предприятия. С индивидуальными предпринимателями, которые на арендных отношениях работали с «БПАКом», мы уже говорили, они не против такой работы с одним муниципальным предприятием, тем более ряд условий, которые они предлагали для улучшения эти деятельности, они, в принципе, приемлемые, скорее всего, на них пойдем.